Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири, царя Давида, и сегодня мы будем читать 15-й Псалом. Итак, святитель Афанасий Великий и Феодорит Кирский пишут «Стол по Писаниям» — это песнь, то есть этот Псалом назван, потому что Давид написал ее, эту песнь, как бы на столпе потомкам своим. Пророк предвозвещает здесь страдания и воскресения Владыки Христа и спасения уверовавших в Него. В еврейской традиции этот Псалом называется «Золотой Псалом», то есть «Золотой». А в древнеславянской традиции он называется «Стол по Писанию». Что значит «Стол по Писанию»? Это значит, что этот Псалом такой важный, что его можно написать на знаковом столбе, чтобы люди могли читать даже на улице этот Псалом, проходя мимо вот такого столба. И такая традиция действительно в древности существовала, когда особо священные тексты их писали на каменных досках, на столбах каменных и выставляли на всеобщее обозрение. То есть в этом Псаломе содержатся какие-то удивительные истины. А еврейская традиция называет его «Золотой Псалом». То есть не просто Псалом, а «Золотой» по своему содержанию. И мы читаем «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». А вот этими словами начинается этот Псалом, более близкий к оригиналу перевод. «Золотой Псалом» от Давида. «Храни меня, Боже, ибо в Тебе я укрытие обретаю». Давид обращается в этом Псалме к Богу как к правосудному судье. Ибо слово «Бог» означает «правосудность». Когда мы это имя видим на еврейском языке, это «Элагим». «Храни меня, правосудный», как бы говорит Давид, «ибо я на Тебя уповаю». Иными словами он как бы говорит, что не на кого уповать в этой жизни, как только на Господа. «Ибо в Тебе я укрытие обретаю». Это дословный перевод. То есть здесь Господь предстает перед нами как некое убежище, где мы можем скрываться. И здесь есть некая аллюзия с другим текстом, где сказано, что имя Божие – это крепкая башня, и правильно делает праведник, что укрывается в ней. Далее Давид восклицает, «Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны». И возможный перевод другой. «Ты душа моя сказала Господу, мой Господин Ты, мне благо, не долг на Тебе». То есть этими словами Давид как бы говорит, «Ты мой хозяин, ты милость по отношению ко мне, а я ничего не могу дать Тебе, благо мои Тебе не нужны, потому что всё, что я имею, как бы говорит Давид, я это всё получаю от Тебя. к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним всё желание мое». Имеется в виду, что человек ищет святости, ищет общения со святыми людьми, удаляясь от всего осквернённого. «Возможный перевод святым, что на земле и могучим всё моё изволение к ним». То есть человек ищет общения с теми людьми, которые могут оказать на него хорошее влияние. Надо сказать, что сам Давид оказывал такое положительное влияние на других людей. Из книги «Царств» мы знаем, это первая книга «Царств», что когда вот с Давидом познакомился Иенофан, это сын царя Саула, то нравственные качества Иенофана изменились, потому что надписание имени Иенофан до встречи с Давидом одно, а после встречи с Давидом оно уже другое. То есть оно получает некое расширение, там дополнительная буква. Это свидетельствует о том, что дружба с Давидом, она возвысила Иенофана над самим собою. И сам Давид стремится к святым Божиим. Мы можем считать, что это стремление к пророкам, особые избранники Божии, потому что общение с ними возвышает душу Давида. Но Давид сам пророк, поэтому те, которые общаются с Давидом, они переживают тоже некое такое возвышение своих нравственных и моральных качеств. И далее мы читаем. «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлею кровавых возлияний их и не помяну именных устами моими». Здесь Давид вспоминает закон Божий, где запрещено даже произносить имена языческих богов. И он говорит очень категорично, «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут, то есть стремительно приближаются к Богу чужому. Я не возлею кровавых возлияний их, то есть никаких жертв я не буду приносить пред богами чужими и не помяну именных устами моими». Другой, возможно, перевод, более близкий к оригиналу. «Да умножут печали свои к другому спешащие, то есть не к Господу, а к другому. Я совершать не буду их возлияние кровью и не стану их имена произносить моими устами». Запрет произносить имена других богов связан был с тем, что сами эти имена, они обладали некой такой мантрической силой. не в том смысле, что эти боги что-то могли совершить, их просто не было, этих богов, но за этими статуями идолов скрывались и бесы. И язычники, когда они произносили имена этих выдуманных богов, чаще они произносили имена реально существующих бесов, таким образом они призывали их как бы вступить в контакт с ними. Совершенно очевидно, что для верующего человека это все недопустимо. Бог чужой — это не только идол и стукан, но это может быть и всякий человек, который ставит себя на место бога и требует по отношению к себе божеских почестей. Ну, например, когда нам запрещают сомневаться в истинности деяний какого-то отдельно взятого политика или даже священнослужителя, это тоже форма идолопоклонства, когда мы не можем критиковать какого-то человека, не можем даже сомневаться в его указаниях, потому что всякий человек — есть ложь. И православный мир отделился от западного христианского мира именно из-за папизма, когда должность одной персоны в церкви оказалась превознесенной как бы над всеми остальными служителями Христа. хотя и Папа Римский, и все другие епископы церкви, они как бы, как епископы, имеют равные и одинаковые достоинства, и они должны быть братьями по отношению друг к другу. И на Востоке исключительность одного человека никогда не принимается. Даже в формате патриаршего служения патриарх скорее должен быть старший из равных, но никак не доминирующий, подавляющий других. И вот сложности во взаимоотношениях с Константинополем, которые сейчас возникают, многие говорят, что это связано с какими-то папийскими тенденциями, которые обнаруживаются у служителей греческой церкви. Тем более мы не можем выделять какую-то нацию. Христианская церковь – это церковь, где нету Елена и Иудея, где нету варвара, скифа. И когда опыт эллинского христианства переносится вдруг на славянскую почву и таким командно-административным решением, это не всегда принесет положительные плоды, положительные результаты. Человек может быть идолом и для себя самого, когда свои эгоистические какие-то побуждения он ставит превыше всего. И далее мы читаем, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Ну, скажем, прямо очень сложный такой текст, и мы посмотрим, как это звучит с еврейского языка. «Господь моей доли и чаши удел, ты поддержал жребий мой, имеется в виду выбрав меня». Когда Господь является наследием нашим, это означает, что мы принимаем веру в Бога от предшествовавших нам поколений. И действительно, зачастую наши родители, они не могут нам оставить какие-то предприятия, золото, серебро, евро, валюту, доллары те же самые. Но если они оставляют нам веру в Господа как некое наследие, вот принимая это наследие, мы должны его оценить. А именно родители сеют Слово Божие в сердцах своих детей, чаще, конечно, в сердцах внуков предшествующие поколения сеют веру в Бога. И это есть часть наследия моего и чаши моей, воскресает Давид, то есть самая существенная, самая значимая часть наследия моего, то есть не быки, не бараны, не козы, а то, что передано мне, и оно никогда не обесценится, потому что если сокровища твои на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, где моль и ржа не разъедает, то ты имеешь то самое надежное сокровище, которое не сожрет никакая инфляция. Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня. Дословный перевод будет «На делы выпали мне в приятных местах также владение для меня превосходно». То есть тот, кто избирает наследием веру в Господа, конечно, его пути проходят по прекрасным местам. В том смысле, что он общается с мудрецами, которые изучают закон Божий, он общается со священнослужителями Божьими, он общается с пророками, действия которых осуществляется благодатью и силой Духа Святаго. С радостью Давид восклицает «Благословлю Господа вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Что могут означать эти слова «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Вероятно, Давиду во время его пребывания среди филистимлян было откровение от Бога, о котором не сообщается в исторических книгах, и этим откровением он был вразумлен, как ему поступать. Учит внутренность «Я, говорит Давид, даже и ночью долгое время обучался, размышляя о данном откровении». То есть это истолкование из толковой православной Библии, то есть когда мы принимаем откровение от Бога, оно как бы проникает вовнутрь нашу, и мы должны его осмыслить, как пищу, которую мы вкушаем, мы перевариваем в своем организме, так и слово, какое-то важное слово, оно не дает нам уснуть, мы должны его распознать до конца. И дословный перевод «Благословлю Господа, кто мне дал совет, так же и по ночам меня мучили недра мои». То есть вопросы как бы обозначенные Словом Божиим, они не давали спать, они не давали спать, как некая такая боль, которая может присутствовать в организме, человек не может уснуть, и Слово Божие, оно может быть сладко в устах, когда проникает в нас, но горьким в нашем чреве, потому что дух противится плоти, плоть противится духу. И далее мы читаем «Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь». Что значит Господь одесную нас? здесь есть некая проблема. Если Господь одесную меня, то я, получается, ашую Господа, то есть слева от Него. И что же это может означать? Посмотрим дословный перевод. «Представляю Господа предо мной всегда, ведь Он от меня справа, я не пошатнусь». Получается, что Господь поддерживает человека слева, а все, что связано с левой частью, это слабости человека. Это слабости человека, потому что более деятельная часть мозга, руки, ноги, это правая часть. А Господь силен поддержать и все то, что слева от Него присутствует в нас самих. «Ибо Он одеснует меня, то есть а я ашую его, не поколеблюсь». То есть Господь не даст мне споткнуться, потому что Он меня поддержит. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Возрадовалось сердце, возвеселился язык. Как может возвеселиться язык? Имеется в виду, что радость, которая обнаружилась в его сердце, он не может ее удержать, и он начинает петь псалмы. Вот это и означает «возвеселился язык мой». «Даже и плоть моя успокоится в уповании». А как плоть может успокоиться в уповании? Это упование на воскресенье. Если мы даже и умрем телом, то мы верим, что наше тело, оно воскреснет, и мы будем своими собственными глазами созерцать Господа в день суда. Не кто-то другой, а мы сами увидим его, как подчеркивается в книге Иова. «Ибо ты не оставишь души моей вааде и не дашь святому твоему увидеть тление, и ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженства в деснице твоей вовек». То есть даже сходя ваад, Давид это делает с надеждой на то, что Господь его выведет из ада, ибо ты не оставишь души моей вааде. И действительно Господь после своей крестной смерти душою сходит ваад и облистал от сияния божества и выводит оттуда души, которые умерли в надежде на грядущего Мессию. «И не дашь святому твоему увидеть тление, имеется в виду, что невозможно всецело уничтожить тело человека, тем более человека святого. И Господь силен воскресить каждое человеческое существо». Давайте посмотрим дословный перевод. «Ибо не покинешь душу мою для преисподней, не дашь твоему милостивому видеть пропасть». У нас это переведено как «Не дашь святому твоему», здесь «милостивому». Значит, среднее между святым и милостивым это праведный, а праведный по-еврейски это цадик, это слово близкое к слову цедака, то есть милостыня, то есть подлинно святой, подлинно праведный, это не тот, который как бы вещь замута сама в себе и сама на себя, это тот, который помогает другим людям. И за те блага, которые он делает им, он сподобится милости от Бога. Но полнота радостей все-таки не достигается в этой земной жизни. Полнота радостей пред лицем твоим, блаженства в деснице твоей вовек, то есть в жизни будущего века мы будем вкушать полноту радости и наслаждаться тем блаженством, которое в деснице Создателя это будет вовек, то есть это никогда не прекратится.